Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Восьмерых медработников из Нижневартовска подозревают в подделке и сведении о вакцинации против коронавируса. Сейчас в столице Самотлора идет следствие. Напомню, деятельность группы, в которую входили врачи и медсестры нескольких учреждений, была раскрыта вчера. Это первый случай в округе. По информации Следственного комитета, подозреваемые уже признали свою вину. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Алексея Шабанова. Он выходит на связь из студии. Алексей, что сейчас происходит в Нижневартовске? Илья, здравствуй. Следственный отдел занимается своей работой. Заведено уголовное дело. Выемка документов в медицинских учреждениях Нижневартовска произошла накануне. Ей предшествовала большая оперативная работа, которая и позволила установить круг лиц, причастных к этому преступлению. Данные о людях, которые желали получить сертификаты, через посредников поступали к медицинским работникам. Они после получения оплаты вносили их в базу и затем выдавался сертификат, который по сути являлся поддельным. Сейчас известно о 14 таких липовых сертификатах и они, естественно, аннулированы. Пока установлено 8 подозреваемых. Установлено, что они выдали эти сертификаты и QR-коды не менее чем на сегодняшний день 14 гражданам. Но вместе с тем эта информация крайне неполная и будет проверяться и дальше. Уверен, что количество лиц, которым выданы эти сертификаты, будет значительно больше. Это есть лицо, которое распределяло денежные средства, получаемые от граждан. Есть люди, которые подыскивали, так скажем, лиц, которым необходимы эти QR-коды. К ним они обращались, получали денежные средства. Сведения, они, в том числе анкетные, паспортные данные, пересылались исполнителю, медработнику, который в медицинской организации вносил уже эти сведения. Повторю еще раз, что все подозреваемые свою ночь признали, сейчас они сотрудничают со следствием, но наказание для них определит суд. Нужно отметить, что оно по статье «Сокрытие информации, несущей угрозу жизни людей», может доходить до 8 лет лишения свободы, но это, конечно, максимальный срок. Ну а тем людям, которые остались без сертификатов, теперь придется уже совершенно официально проходить вакцинацию. Илья? Спасибо, Алексей. Алексей Шабанов был на связи со студией из Нижневартовска. Еще одну поделку обнаружили полицейские из Сургутского района. Житель Омска пойдет под суд за использование ненастоящих водительских прав. История случилась еще летом прошлого года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель предъявил документы. Полицейские пробили права по базе. Оказалось, что номеры серии водительского удостоверения принадлежали другому человеку. Не тому, что был на фотографии в правах и в машине. Соответственно, водителя доставили в полицию, автомобиль изъяли. Мужчина свою вину не отрицал. Сказал, что у него не было времени, чтобы обучиться в автошколе. Поэтому он решил купить права. Документы он заказал в интернете и получил по почте. Экспертиза показала, что водительские права напечатали на струйном принтере. Никаких сложных технологий. Теперь бесправный водитель ожидает заседания суда. Ему грозит срок до одного года. Без заявлений и лишнего сбора документов. В стране хотят максимально упростить получение мер поддержки. А их в стране почти 400 разновидностей. Накануне об этом говорили на площадке Гайдаровского форума. Дискуссию провела первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. А губернатор Югры выступила одним из спикеров. Наталья Комарова поделилась окруженным опытом. Всего в Югре действуют 12 услуг без чиновника. Югорчанин заполняет одно заявление. Все остальное делает система. Все меры поддержки человек получает в течение 10 дней. Кроме того, существует платформа «Социальный путеводитель Югры». Пользователь, введя свою фамилию, получает исчерпывающую информацию во всех мерах поддержки, которые ему положены, и даже перечень организаций, где оказываются необходимые услуги. Сейчас очень много запросов от людей на получение социальной услуги. И такая платформа, как уберизация, на которой человек может выбрать любого поставщика и заказать себе услугу в течение одного дня. Ежегодно больше 3000 человек пользуются этой услугой. Наиболее распространенная няня, специалист по уходу за пожилыми людьми, за людьми с инвалидностью. В Югре будут развивать школьный туризм. Наш округ вошел в число получателей субсидий на развитие этого направления. Всего субсидии получат 18 регионов. А в этом году на программу выделили 500 миллионов рублей. Более 100 тысяч учеников 5-9 классов получат возможность отправиться на экскурсии с проживанием в комфортных условиях. Во время короткого путешествия школьники смогут познакомиться с историей своего края. Экскурсии будут занимать не менее 24 часов. Отмечу, Ханты-Мансийский округ и Челябинская область стали единственными регионами УРФО, включенными в число получателей субсидий. В Югре может появиться «Зеленый кооператив». Организация объединит всех любителей сети фермерства. Людей, занимающихся растеневодством и выращиванием сельхозкультур в условиях города. Инициатором стала сургутянка, открывшая гидропонную ферму в Сургуте. Активную помощь пока оказывали сотрудники Госуниверситета. Сейчас этим опытом сургутяне собираются поделиться со всей Югрой. Подробнее в следующем сюжете. «Зеленая ферма» начиналась с желания вырастить в условиях севера зеленые укроп и петрушку. За помощью предприниматель обратилась к ученым. В Госуниверситете предложили использовать гидропонную технологию. То есть растения выращивать не в почве, а в своеобразном коктейле из питательных веществ. Но на гастрономических травах дело не остановилось. На данный момент на зеленой ферме более 30 видов различных растений. От шпината и базилика до орегана и астрагона. Мы сейчас уже имеем положительные результаты выращивания таких растений, как княженика. Богатые различными микроэлементами, очень ценные культуры, которые в природе встречаются очень редко. И один из таких заказов у нас как раз был на эту культуру. На сегодняшний день мы можем видеть, что она полноценно у нас адаптировалась, укоренилась и вполне готова уже для высадки в открытый грунт. Благодаря работе ученых удалось оборудовать настоящую плантацию и без химических удобрений выращивать экологически чистые зеленые витамины. Накопленным опытом специалисты решили поделиться с югорчанами. В прошлом году больше ста человек прошли обучающие курсы. Их помог организовать фонд развития югры. Биотехнологиями и сети фермерством на сегодня интересуется все большее количество людей. И опять же так вместе с фондом развития югры мы в настоящее время создаем кооператив зеленый, куда планируем объединить всех людей, которые планируют заниматься сети фермерством и развиваться в этом направлении. Не останавливаются в развитии этого направления и югорские ученые. Воспользовавшись опытом других вузов страны, югорские исследователи взяли на вооружение новый способ размножения растений – микроклональный. Рассада выращивается прямо в пробирке. После чего самые сильные растения высаживаются в питательную среду. Как только новый метод отработают, сургутские ученые поделятся им со всеми предпринимателями югры. Евгений Юпокоев, Алексей Шахмаев, телерадио компания Югра, Сургут. Сегодня отмечается Старый Новый год. Этот неофициальный праздник появился с легкой руки Папы Римского Григория XIII в 1918 году. Тогда выяснилось, что юлианский календарь неточный и на его смену пришел Григорианский. Новый стиль летоисчисления принял весь мир, включая Россию. С тех пор прошло уже больше века, а традиция отмечать Старый Новый год в ночь. С 13 на 14 января осталась. Поддерживают ее и югорчане. Вот что они говорят. Да никак дома. Просто посижу. И все. Вот и есть Старый Новый год. На Новый год хорошо отметили. Ну, посмотрим, пока она работает. Ну, готовила, все. Замечательно будет, я так думаю. В кругу семьи, за столом. Как обычно. Как и Новый год. Салаты, мясо, фрукты, сладости, тортик. Всегда отмечаем. Веселимся, радуемся. Болельщики вернутся на трибуны. Ближайшие домашние игры «Мамонты и игры» проведут со зрителями. Эта новость появилась на официальном сайте югорской молодежки и в соцсетях. Ранее в округе был зафиксирован высокий уровень заражаемости коронавирусом. Поэтому в целях безопасности было принято решение провести матчи с Тольяттинской ладьей без зрителей. Но сейчас врачи отмечают спад, поэтому болельщики смогут посмотреть хоккей с трибун. 15 и 16 января подопечные Олега Таубера будут противостоять команде «Сарматы» из Оренбурга. Начало матчей в 17 часов. Напомню, что совершеннолетние болельщики допускаются на трибуны только по предъявлению QR-кода и документа удостоверяющего личность. Борьба за лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ продолжается. Сегодня «Югра» сыграет на выезде с «Химиком». Команды уже играли между собой в этом сезоне. Тогда в Хантамансийске «Югра» взяла вверх 3-0. Обе команды находятся в первой восьмерке турнирной таблицы. Но «Мамонты» идут на первом месте, а «Химик» на восьмом. «Югорчане» проводят сложный выезд. В Воскресенск команда прилетела из Санкт-Петербурга, где обыграла «Сканеву» и «Динамо» СПБ. «Химик» последний раз выходил на лед 8 января. Там в овертайме был повержен «Тюменский рубин 6.5». Игру с «Химиком» в прямом эфире покажет наш телеканал. Смотрите игру в 20.25. 15 января Центр народных художественных промыслов и ремесел приглашает жителей и гостей города посетить мероприятие «Зимние святки», где все желающие смогут побывать на экскурсии по выставкам «Звон священного металла», «Мастер и традиция. Русская история». Также сотрудники Центра ремесел подготовили мастер-классы по лепке, росписи, керамике. Отмечу, что билеты на мероприятие можно приобрести по пушкинской карте. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Стоимость одного доллара сегодня составляет 74 рубля 57 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла в цене на 78 копеек. За один евро сегодня предлагают 85 рублей 46 копеек. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго.